так дорогие мои друзья вы меня всегда спрашиваете камня машинка вот у меня машинка на 6 килограмм стиральная она уж пожила свое наверное скоро отживет но многие спрашивают настя почему она у тебя текет но сейчас я вам объясню почему она мне текет видите резинка вот она порвалась я не знаю как так но в один прекрасный день мы стирались она у нас порвалась почему порвалась белье вроде я всегда видите вот так вот делаю белье чтоб не дай боже ничего не это но вот она у нас быстро порвалась где купить если менять вот эту резинку мы не знаем и но я нашла выход что нам когда у меня текет видите вот подтеки постоянно вытираю но вот я стилю вот такой одноразовую пеленку и все и она у каждый раз меняю вот эту пеленку у меня есть такие пленочки не обрала для животных они самые дешевые вот так вот стилю чтобы не подтекала вода под машинку и все и вот так стирают это вот сейчас опять-то отмывать оттирать вот в целом вот такая вот у меня дека машинку тоже все запалилась с этим ремонтом постоянно все запаливается вот такая вот машинка у меня старенькая но стирает если кто знает где можно взять вот эту резинку для стиральной машинки напишите мне я буду очень благодарна можно было бы по идее специалисту а вызвать чтобы мне вот эту резинку поменял и все машинка то сама работает целом все хорошо вот только вот из этой резинки она подтекает ждут вас комментарии может все-таки кто-то знаете ее можно купить ну и всем хорошего дня ой хорошего вечера живете у нас же тему на улице среди к теме на улице уже темно муж у меня доделал косяки почти все вот сейчас покажу что он не с не успел доделать они успел доделать вот здесь тут осталось вот железо вот это вот он занес нашел старый мы будем вот здесь возле печки ложить потом там мы будем там он замазал ждет когда высохнет потом там будет доделывать другое железо и обкрасим тоже все вот это место и положим линолеум туда тоже вот у нас куски остались видите будем тоже вот там вот ложить этот линоле косяки он у меня здесь сделал все везде вот там вот тоже в углу сделал здесь мы еще не закрашивали здесь мы хотели черной краской для мангала делать но посмотрим не оболончик краски лежит будем делать так сейчас я на печке буду вот этот прибираться потому что мы тут стол выносили все выносили и бегом все на печку сгребли сейчас буду все это убирать в целом вот такие вот у нас дела ребята потихоньку дела делать это мы подклеим попозже потому что видите он тут замазывал поэтому мы не смогли подклеить это подклеится у нас попозже а так в целом все у нас идет тут муж опять зеркало повесил уже замарали даже зеркало вот мы сейчас всем привет меня видите все и вот так вот холодильник у нас стоит а там и на холодильник среди кую взяли штуку тут можно писать месяц год понедельник то ли среда под числом в какой день что у нас например запланировано начинается у нас такой день то такое то число как календарь получается и вот специальный фломастер здесь есть крышечка чтобы стирать фломаркер специальный чтобы рисовать им не все и удобно очень даже мы уже пробовали нам понравилось вот такой вот коврик заказываю я его на волдырь из что ты хочешь там подожди немножко так что вот так чуть это на в холодильнике катя против холодильника вообще мизерные так что вот так вот вот я довольна завтра буду уже заносить гарнитур и собирать его потихонечку до гарнитурку там стоять так что вот так вот такие вот ребята у нас небольшие правда конечно продвижение и у меня светик сегодня еще снимает видео как она как объяснится раскрашивает раскраску которую привезли из германии она хочет ее потом наложить звук видео и чем вы такое и красивость выпустить такое чисто видео с раскраска если кому понравится потом обязательно посмотрите это видео и напишите ваши комментарии потому что ребенок старается ребенок снимает ребенок раскрашивает я надеюсь что вам такое видео тоже понравится так что обязательно него побольше лайков поставьте чтобы ребенок тоже мне помогал и снимал видео чтобы у нас по два видео в день выходила может бы даже иногда и по три мы постараемся для вас это сделать всем желаю крепкого здоровья всем 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 всего самого хорошего чтобы все ваши мечты сбылись ну и всем пока пока всем добрый день дорогие друзья тэйсон с вами здоровается да тэйсон я пошла магазин за молоком на и решила показать мне просили уже много раз показать как у нас проходят провода через деревья вот смотрите видите провода вот они вот они сюда цепляются и вот пошли и видите через деревья вот она вот они эти деревья которые мне спилить надо и вот они через деревья все идут и к тому каменному дому вот так вот вот они все идут и эти они прям ветка вот там вот ветка вот это вот так вот попробую вот это вот она прямо на проводах лежит причем лежит очень сильно она скоро загнет это ветка загибается и провода порвет просто на все но так вот он еще попробую поближе подойти показать видите вот этот столб и вот эти провода и ветка прямо на них лежит на этих проводах и никто ничего не делает просто на все плохо видно конечно но вот даже если приблизить видите вот ветка лежит на проводах вот так вот вот эти провода это ростелекомовские провода и вот они идут дальше туда и в тот дом они к столбу от столба к тому дома уже идут я говорю если вот оборвет эта ветка провода все пипец будет здесь ну дай бог чтоб ничего не было так я иду магазин за молоком ребятишки попросили молоко брус у нас еще лежит наш мы надеемся еще останется но вот он у нас остался как бы еще на следующий год прикупить и может быть сможем тогда баньку накопать на копить на баню но вы потому что наша баня совсем вся старая и не знаю но это как бы хотелось бы конечно но еще не факт что что-то у нас такое получится ладно идем дорогие друзья магазин за молоком то что дети хотят хлопья сегодня сейчас расскажу что у нас сегодня происходит сегодня мы собираем кухонный гарнитур муж уже один шкафчик почти собрал потом вам все покажу что у нас получается но мне уже нравится я уже хожу на веселье мне уже весело я уже довольна что у меня скоро будет новая кухня так что вот такие вот у нас дела сейчас пойду куплю детям молоко чтоб они с хлопьями могли поесть дети рисуют у меня света рисует картинку который прислали с германии раскраску она раскрашивает ее на видео а потом мы наложим видео голос и посмотрим что у нас получится вас конечно прошу чтобы ее потом поддержали лайками и хорошими комментарии чтобы ребенок появилось желание снимать и она бы так бы дальше все картинки понемножку бы снимала ну вот я и предложила чтобы она вот так вот сделала но посмотрим что получится но она пока снимается на мой телефон снимает потом будет сама монтировать на моем телефоне посмотрим что получится вас же прошу конечно же ее поддержать потому что она стесняется она я не знаю даже как объясните но надеюсь от вас будет поддержка ладно я думаю в магазин за молоком то дети заждутся от меня молоко так ребят хотела бы показать первый шкафчик но не получится но вот в целом собрал он уже вот так вот но у нас проблема с деталями вот таких вот штучек не хватает одной в комплекте вот их три получается на дверке одной не хватает но мы посмотрим может от других шкафчиков будет такие если нет потом не знаю что делать придется где-то искать по магазинам или формула мебели писать претензии но в целом дверки стоят у нас от шкафчиков а сам гарнитур будет вот такой вот расцветки мне нравится уже ну вот первый уже казус то что не хватает в комплектации болтиков нет такой цвет должен быть все правильно и вот потихоньку муж собирает так что вот такие вот у нас новости ну конечно минус то что булочка не хватает но будем надеяться что в других комплектах будут эти булочки институты МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Так, дорогие друзья, начинали, уже собрали первый этаж. Ну, вот я говорила, что у нас одного булочка не хватает. Вот здесь мы не можем шкафчик сделать. Ну, не в этом суть. Сейчас мы начинаем собирать уже второй шкафчик на верхний ярус. И я начала приклеивать фарту. Здесь мы решили сделать панели. Знаете, вот наподобие... Сейчас я вам постараюсь показать. Вот наподобие вот таких панелей, только светлые, мы будем сюда клеить. Чтоб ничего у меня не западывало туда. Чтоб никакой мусор туда, ничего вот этого не было. Вот оно где-то вот так вот будет. Только будут панели, конечно же, светлые. Не такие панели, не дай боже, что. Ну, вот так. И фартук получается, и сверху шкафчики будут. Напишите, как вам. Мне кажется, будет нормально. Потому что у нас ничего нет такого, чтобы сделать то, что как мы хотели. И вот решили вот так вот сделать. У нас полы здесь пипец неровные. Из-за этого и панели получаются неровные. Ну, будем надеяться, все нормально. Или я так неровно поклеила. Так, сейчас буду разбираться. В том ходе... Сейчас жду мужа, чтобы вырезать вот этот вот вторую подвключатель. Как-то так. Ну, так вот. Вот тут у нас холодильник стоит. На холодильнике магнитик висит. И сегодня отклеивали наклейки. Мы тут, получается, один заклеили магнитиком. Видите, там внутри наклейка. Оно не видно будет. А вот то отклеивать надо. Чтобы красиво... Блин, стерло уже. Видите, вот написала ведь. Купить порошок и стерло. Сейчас напишем заново. Видите, удобно. Потом в магазин иду и посмотреть, что надо купить. Ну, не знаю. Мне так удобно. У меня еще один будет такой лист стоять возле умывальника. Будет для контраста, чтобы кухонный... Или не надо, я не знаю. Ну, просто видите, его... То, что удобно, этот пластик можно помыть. Он отмывается легко и... Ну, вот я решила вот такой фартук. Я знаю, что сейчас многие напишут, что Настя некрасивее будет с таким гарнитуром. Такой фартук. Я хочу такой фартук. Я сделала такой. Ну, вот порадуйтесь вместе со мной. Потихоньку-потихоньку моя кухня собирается. Мы скоро на ней сможем с вами готовить.